Сонет девяносто первый. Это не по вкусу моему, мое пристрастие лучшее из всех. Твоя любовь мне знатности милее, богаче денег и славнее венца, охотничьей потехе веселее, когда ты мой, нет гордости конца. Но горе в том, что все опять ты властен. А без твоей любви я так несчастен. Сонет девяносто второй. Но что ни делай, чтоб порвать со мной, до смертного конца ты будешь мой. Я буду жить, пока меня ты любишь. Ты осчастливишь, ты же и погубишь. Чего страшится худший из обид, когда в малейшей жизни прекращенье? Нет, лучшая мне доля предстоит, чем быть рабом каприза настроения. Изменой мне не возмутишь покоя, коль от нее зависит жизнь моя. О, наконец могу вздохнуть легко я, счастливым жить и умереть любя. Соблазн в красоте не избежать. Но я измен твоих могу не знать. Сонет девяносто третий. Я буду жить в неведенье счастливом, Как муж обманутый. Твое лицо еще казаться будет мне правдивым, Когда ты сердцем будешь далеко. В твоих глазах нет места ухищренью, По ним измен твоих мне не узнать. В других чертах всегда по выражению Обман и хитрость можно прочитать. Но небо, сотворив тебя, Решило в твоем лице любовь запечатлеть. Какие б бури сердце не носило, Их в прелести твоей не разглядеть. Ты чуден, как Эдема плод запретный, Как в нем в тебе падение незаметно. Сонет девяносто четвертый. Кто в силах повредить, но не вредит, Не делает того, чем угрожает, Влияя на других сам как гранит, Незыблем, тверд, соблазны побеждает. По праву тот наследует блага, Возделывает их, не расточая, Как властелин, разумно умножая. Когда другие стражи лишь добра. Весенний цвет наряден для весны, Сам по себе он лишь живет и вянет. И если вдруг он зараженным станет, То хуже он негоднейшей травы. Так красота от скверны и обмана, Как сгнивший цвет, Зловоннее бурьяна. Сонет девяносто пятый. Каким прелестным делаешь ты стыд, Который, словно червь в пахучей розе, Слух о тебе в зародыше пятнит. Твои грехи подобны вешней грезе. Кто о тебе вещает, Описав сластолюбивый пыл твоих забав, Не может порицать без восхищения. И против воли шлет благословенье. Что за приют? Какой прелестный кров! Избрав тебя, нашли себе пороки. Твоей красы блистающий покров Меняет грязь в прозрачные потоки. Но берегись, сокровище мое, У лучшего ножа тупее острие. Сонет девяносто шестой. Кто говорит, что юный пыл твой грех, Кто прелесть в нем особую находит? Но грех ли прелесть? Он чарует всех, И взор твой в прелесть даже грех возводит. Как на руке у молодой царицы Ничтожный камень блещет, как алмаз. Твоих поступков темные страницы Блестят, как добродетели для нас. Не все ль ягнята пали б жертвой волка, Когда б он мог их видом обмануть? Какую массу лиц ты сбил бы с толка, Когда б хотел все чары развернуть? Не делай этого, мне честь твоя, Раз что ты мой дороже, чем моя. Сонет девяносто седьмой. Как на зиму похожи дни разлуки с тобой, О радость промелькнувших дней. Какой мороз, как все томится в скуке, Какой декабрь средь леса и полей. А между тем, то было вслед за летом, Роскошной осенью в пару плодов, Зачатых некогда весенним цветом, Как плод любви осиротелых вдов. И вялыми казались мне плоды, Которые не знают ласк отца. Ведь лето и отрада там, где ты, А без тебя у рощи нет певца. А если есть, поет он так уныло, Что вянет лист, страшась зимы постылой. Сонет девяносто восьмой. Я далеко был от тебя весной, Когда апрель в одежде многоцветной Дышал повсюду жизнью молодой. И сам Сатурн был светлый и приветный. Ни пенья птиц, ни мед благоуханья Пестреющей долины не могли Заставить верить их очарованию Или сорвать цветок с лица земли. Ни бледность лилии, Ни розблистанье Не тешило меня. Я видел в них Лишь бледный отплеск Твоего сияния. О, образец всех прелестей земных! Да, зимним мне казался их убор, И с ними вел Такой я разговор. Сонет девяносто девятый. Я так цветок фиалки упрекал. Прелестный вор, Твое благоуханье Ты не из уст ли милого украл? Чтоб лепесткам твоим Придать блистанье, Не у него ли кровь Из жил ты взял? Лилей корил за цвет руки твоей, Ростки душицы За красу волос. Виновными глядели кущи роз. Одни красны, Другие же бледней, Чем снег, А третьи в краске томной млели, Украв твой цвет И нежный аромат. За это воровство Их черви ели, Когда всего пышнее Их наряд. И не было Ни одного цветка, Который Не ограбил бы тебя. Сонет сотый. Где муза ты? Что не поешь так долго О том, Кто для тебя источник сил? Или в пошлой песне, Изменяя долгу, На недостойных Тратишь светлый пыл? Вернись, Скорее искупи вину В созвучьях нежных, Полных вдохновения. Воспой того, Кто ценит песнь твою, Кто дал ей содержание И уменье. Восстань, Взгляни на милого чело. Не привело ни время В нем морщины, И если да, Осмей упадок зло. Позорь везде И дряхлость, И седины. Но будь проворней Времени, Лети, Губящую косу Предупреди. Сонет сто первый. Лентяйка муза, Как искупишь ты Пренебреженье К правде с красотою? Не обе ли они отражены В чертах того, Кто так любим тобою? Ответь мне, Уж не хочешь ли сказать, Что правда без похвал Всегда нетленна, Что красоту Не стоит украшать, Что совершенство В корне совершенно, Что он красив, Так будешь ты нема. Тебе в молчании Оправдания нет, Когда ты в силах, Чтоб во все века Он жил И всюду проливал Свой свет. За дело, муза, Сделаем с тобою Его красу На все века Живою. Сонет 102 Моя любовь растет, Хоть не на взгляд, Люблю не меньше, Меньше выражая. Любовь — товар, Когда о ней кричат На площади, Ей цену поднимая. В весеннюю пору Любви моей Тебя встречал Моею песней звонкой, Как у порога Лето соловей, Но чуть окрепнет В ниве стебель тонкий, Смолкает он. Не потому, Что слаще Пора весны, Когда он пел О розе, Но потому, Что там гудит В зеленой чаще И глушит Песнь любви В вседневной прозе, Поэтому, Как он, И я молчу, Тебя тревожить Песней Не хочу. Сонет 103 Какую бедность Муза ты явила Там, Где так много Высказать могла, Где в содержании Голом Больше силы, Чем в похвалах И вычурах стиха. О, друг мой, Не кори Мое умолчание. Вот зеркало, Взгляни себе В лицо, Мне ль Передать его Очарование, Не грубо ль Для него Мое перо, Не грех ли Было бы Твой лик Рисуя, Лишь Искажать его В моих Стихах. В том, Что пишу, Другого Не хочу я, Как всем Поведать О твоих Дарах. И много Больше, Чем мой Бедный Стих, Покажет Зеркало В чертах Сонет 104 Нет, Для меня Стареть Не можешь Ты. Каким Увидел Я тебя Впервые, Такой Ты И теперь. Пусть Три Зимы С лесов Стряхнули Листья Золотые, Цветы Весны Сгубил Три Раза Зной, Обвеянный Ее Благоуханьем, Пронизанный Зеленым Ликованием, Как В первый День Стоишь Передо Мной, Но Как На башне Стрелка Часовая Незримо Продвигает День К концу. Краса Твоя По-прежнему Живая Незримо Сходит В бездну По лицу. Так Знаете Грядущие Творенья Краса Прошла До Вашего Рождения Сонет 105 Моя Любовь Не Идолослуженье И Милый Мой Не Идол Без Души Хоть Шлют Все Те Же Страстные Хваленья Все Одному Ему Мои Стихи Он Так Же Мил Сегодня Как Вчера Все Так Же Постоян Совершенен Поэтому В созданиях Пера И Мой Восторг Все Так Же Не Изменен Мил Добр Правдив Вот Все Их Содержание Мил Добр Правдив В разнообразии Слов Три Темы Воедином Сочетании Вот Цель И Смысл И Дух Моих Стихов Мил Добр Правдив Встречаются Отдельно Но Только В нем Сложились Нераздельно Сонет Сто Шестой Когда В сказаниях Времен Минувших Читаю Описания Красоты И Рыцарей И Дам Давно Уснувших Я Вижу Их Забытые Черты И В пышном Фемиаме Восхваленье Их Рук Их Ног Их Уст И Их Очей Я Вижу Лишь Как Бы Предвосхищение Всего Что Слилось В Красоте Твоей Все Эти Похвалы Лишь Предсказания Того Что Можем Ныне Видеть Мы Но В смутности И Далекой Прозревания Воздать Тебе Что Должно Не Могли Но Ведь И Мы Любуяся Тобой Немеем Пред Твоею Красотой Сонет Сонет Сто Седьмой Ни Собственный Мой Страх Ни Вещий Дух Мечтая О Грядущем Мироздания Не Могут Предсказать Когда Мой Друг Моей Любви Наступит Окончание Проходят Без Следа Луны Затменья А в Гурам Их Пророчество Смешно Бывает Часто Шаткое Прочно Оливия Мир Сулит Как Век Цветенье И Вот В Росе Пары Благоуханий Свежа Моя Любовь Ей Смерти Нет Разжив В моих Стихах Я Как Поэт Когда Могила Ждет Других Созданий В моих Стихах Твой Памятник Прочней Чем Пышные Надгробия Царей Сонет 108 Нет Ничего Доступного Перу Чего Тебе Не Выразил Мой Гений Что Нового Сказать Тебе Могу В чем Не Было Бо Прежних Откровений Ничто Мой Светлый Мальчик Как Вседневной Молитве Богу Тоже Говорю Как Стар Но И Не Стар Мой Крик Душевный Я Твой Ты Мой С Тех Пор Что Я Люблю Так Вечная Любовь В своем Теченье Не Знает Пыли И Обит Времен Не Зрит Морщин И В вечном Обновлении След Дряхлости В рабы Ей Присужден Где Время Внешность Вносят Обветшанье Она Живет В лучах Воспоминания Сонет Сонет 109 Не Говори Что Это Сердце Лживо Хоть Потускнел На Вид Мой Пыл Вдали Не Умереть Тому Что Вечно Живо В Моей Душе Она В Твоей Груди Там Кров Моей Любви И Если Я Блуждал Как Странник То Пришел Домой Я Вовремя По Прежнему Любя Чтоб Смыть Пятно Моей Живодою Хотя Б Во мне Все Слабости Земли Присущие Всем Существам Царили Не Верь Не Верь Чтобы Они Могли С 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 Нет Нет В Мире Ничего Милее Тебя О Розан Мой Ты Мне Все И Вся С С С Я Сознаюсь То Здесь То Там Блуждая Я Конец Конец Отныне Вечно Твой Свободен Я От Новых Вожделений Ты Бог Любви Перед Одним Тобой Я Преклоняю Вновь Мои Колени Примишь Меня Прими С желаний. Вот отчего на мне лежит клеймо, вот что мою природу подчинила, порывом чувств и грязью исказила. В тебе одном спасение мое. И как больной, желая исцеления, желчь снадобий готовится принять. Нет горести для цели исправления, которой бы я не был рад признать. О, пожалей меня, мой нежный друг! И эта жалость исцелит недуг. Сонет 112. Твоя любовь и жалость совлекли с меня клеймо суда толпы презренной. Что мне ее хваленья и хулы? Ты мне один, судья во всей вселенной. Ты для меня на свете все и вся. Лишь от тебя снесу я осужденья. Никто другой, хваля или понося, не сможет в жизнь внести мне изменения. В такую бездну погрузил я мнения о мне людей, что мной змеиный слух и к лести, и к проклятиям стал глух. И знай, причина этого презрения лишь ты. Ты, как всегда, везде со мной, что словно мертв весь мир мне остальной. Сонет 113. С тех пор, что я покинул вновь тебя, я глубь моей души лишь постигаю. Я полуслеп к тому, что вне меня. Я будто вижу, но не понимаю. До сердца не доходят отражения. Ни птиц, ни трав, ни образов. Мой ум не создает ни вида, ни движения. И не хранит в себе ни грез, ни дум. Прелестный облик ли? Челоль уродства? То день ли? Ночь? То море ли? Лиса? Иль черный грач? Голубки ли краса? Во всем с тобой я только вижу сходство. Мой дух, весь полный чувством лишь безмерным, Из верного становится неверным. Сонет 114. Или мой дух, увенчанный тобой, пьет жадно лесть отраву всех царей? Или я стою пред истинной святой, Когда твоя любовь, как чародей, Творит из чудищ светлое виденье? Такого небожителя, как ты, Из гадов делает венец творенья, Едва на них блеснут ее лучи. Нет, первое, то лесть в моих очах. И ум ее по-царски выпивает. Мой взор со вкусом был всегда в ладах, И другу сам фиал приготовляет. А если он отравлен, не беда, Его наполнили мои глаза. Сонет 115. В моих стихах тебе я прежде лгал, Где говорил, нельзя любить сильнее. Тогда рассудок мой не понимал, Как может быть мой пыл любви ярчея? Хоть времени в миллионах измерений Крадется в клятвы, Рушит власть царей, Темнит красу, тупит порыв решений И силу духа силою своей. Как мог, страшась его всесильной власти, Я не сказать, нельзя любить сильней? Уверенный в непрочности вещей, Я верил только в мимолетность счастья. Любовь дитя. Я аж как назрелый плод, Смотрел на то, что зреет и растет. Сонет 116. Не допускаю я преград слиянью Двух верных душ. Любовь не есть любовь, Когда она при каждом колебанье То исчезает, то приходит вновь. О нет, она незыблемый маяк, Навстречу бурь грядущей горделива, Она звезда. И моряку сквозь мрак Блестит с высот, Суля приют счастливый. У времени нет власти над любовью, Хотя оно мертвит красу лица. Не в силах привести любовь к безмолвью, Любви живой нет смертного конца. А если есть, тогда я не поэт, И в мире ни любви, ни счастья нет. Сонет 117. Вини меня за то, что расточал я то, Чем одному тебе обязан, И что твоей любви не призывал, Хоть день за днем сильней был с нею связан, Что это сердце часто приносило Твои права неведомым сердцам, Что я пускал идти мое вертило По воле ветра к дальним берегам. Кляни мои поступки, вожделенье, Улику за уликой громозди, Кори, брони, наказывай, стыди, Но только не рази стрелой презренья, Ведь я хотел беспутностью моей Узнать всю силу верности твоей. Сонет 118. Как с целью возбудить себя к еде Мы острой смесью неба раздражаем, Как мы, боясь незримой нам беде, Лекарством зримую предпосылаем. Так сладостью твоею пресыщен Я горечь зелья примешал в питание, И вот больной здоровьем осужден Без всякой нужды выносить страдания. Так хитрости любви, Предупреждая незримые мучения, Их творят лекарствами, Здоровье отравляя, Избыток блага обращают в ад. И понял я, Лечение только губит Тех, кто, как я, Тебя безумно любит. Сонет 119. О, сколько горьких слез я проливал, Очищенных средь колб, Подобных аду, Надежду страхом, Страх надеждой гнал, Теряя там, Где ожидал награду. Каких безумств Не совершал в тот миг, Когда считал себя В зените счастья. Как выступали из орбит своих, Мои глаза в припадках Злобных страсти. О, благо зла! Теперь могу понять, Что лучшее, Лишь лучше от страданий. Любовь былая, Возродясь опять, И краше, И полней очарований. Так я ценой перенесенной муки, Счастливей трижды После дней разлуки. Сонет сто двадцатый Что ты жесток был, Ныне мне отрадно. Хоть в ту пору обида и печаль Терзали грешный дух мой беспощадно, Ведь нервы у меня не медь, Не сталь. И если б ты мое познал презренье, Как я твое, То ты б изведал ад. Но я, тиран, Забыл бы про тот яд, Который влил ты мне В те дни мученья. О, вспомнив лишь Ту горестную ночь, Вся глубь души моей Из сострадания Влила б тебе, Как ты мне, Чтоб помочь Бальзам любви И соболезнования. Но грех твой ныне В радость обращен, И я тобой, А мною ты прощен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok